Первые подкормки, которые вы можете дать, вы можете дать опять-таки аж осенью, осенней. То есть азот мы практически исключаем из подкормок, особенно в первый год-два. Почему? Потому что растение слабое, у него защитные системы еще полноценно не работают, а избыток азота он всегда провоцирует развитие грибных заболеваний, особенно если грунт тяжелый. Если у вас грунт песчаный, тут, конечно, чуть проще. Тут вы можете уже даже с первого года начинать добавлять азотное удобрение, потому что из такого грунта они достаточно быстро будут вымываться. Но все же не будет никакой проблемы, если в первый год вы не будете их добавлять. Осенние удобрения желательны, особенно фосфор, калий, различные микроэлементы. Почему? Потому что когда эти элементы есть в питании у растения, тогда они лучше растения, готовятся к зиме, готовятся к цветению на следующий год. Они становятся более устойчивы к различным заболеваниям, к различным неблагоприятным факторам среды. Зола очень любима, потому что там действительно большой набор всего, очень ценное удобрение. Но недостаточно его просто рассыпать по поверхности, так и оставить. Потому что формируется так называемая корка, под которой погибает вся нормальная микрофлора. То есть после внесения золы обязательно нужно перерыхлить эту золу с верхним слоем грунта и после этого полить. Таким образом мы избегаем вот этой гибели полезной микрофлоры, которая потом, собственно, включается в процесс обмена этими элементами. Ну и растение получает все то, что нужно в полном объеме. Пионы очень любят удобрение микроэлементами по листу. Единственный момент. Никогда не кормите пионы во время бутонизации, во время цветения. Потому что дополнительное внесение подкормки стимулирует скорейшее отцветание. Поэтому вот в этот момент оставьте себе время просто на любование цветами. По листу очень хорошо работают различные препараты хилатные. То есть хилат железа, хилат марганца. Что такое хилат? Это специфическое такое соединение, которое способствует быстрому проникновению этих элементов внутрь. И как раз листовая подкормка очень здорово помогает растению. Точно так же можно использовать любые комплексы микроэлементов. То есть там опять-таки, там не будет азота, фосфора, калия. Но зато там будет и марганец, и бор, и железо, и цинк, и так далее, и так далее. Вот ориентируйтесь именно на комплексы микроэлементов. Очень хорошо делать такие подкормки после цветения, перед осенью. То есть как раз тогда, когда после цветения растение ослаблено, и перед, скажем так, осенью и перед зимой, это будет способствовать накоплению соединений для того, чтобы растения могли хорошо перезимовать и были устойчивы к различным болезням. Ну и в этом году, и в следующем, в первую очередь. Пион хорошая, достаточно благодатная культура, которая может долго выдерживать без полива. Конечно, опять-таки, все будет зависеть от грунта. Если это грунт суглинок, чернозем, то, в принципе, даже в сложных условиях, грубо говоря, раз в месяц полива им будет достаточно. Совершенно другая ситуация на песчаных, супесчаных почвах. Там желательно еженедельный полив, потому что, опять-таки, вода не держится. Но в любом случае, помните, что если это пионы видовые, у видовых, естественно, амплитуда устойчивости гораздо больше, и они привыкли к тому, что длительное время воды нет. Конечно, что касается пионов сортовых, тут все немножечко не так радужно. Они, конечно, более прихотливы, но, тем не менее, скажем так, как бывали ситуации, когда они все лето спокойно выдерживали без полива. Нам нужно заставить его, чтобы он корни растил вот вглубь, да, и чтобы он воду все-таки добывал себе сам. Как правило, при частом поливе вода больше испаряется, чем расходуется растениями. Поэтому лучше пусть полив будет обильный, но редкий. Тогда вода будет идти в нижние слои. Во-первых, она там будет дольше сохраняться. И, во-вторых, мы будем заставлять растения уводить корни глубже и самому добывать воду.